Госпрограммы, обеспечивающие финансирование строительства земельных отношений и промышленности, стали предметом рассмотрения на заседании профильного комитета законодательного собрания. В первую очередь депутаты отметили, что необходимо обеспечить стопроцентное финансирование нацпроекта «Жилье и городская среда», в том числе на достройку проблемных объектов. На восстановление прав обманутых дольщиков предусмотрено 105 миллионов рублей. Еще 595 миллионов ожидается получить из федерального бюджета. Дополнительное финансирование требуется на обеспечение жильем детей-сирот и на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Мы заходим в бюджет 2024 года с дефицитом этих строчек, но сегодня с Министерством финансов и профильным министерством мы достигли договоренностей, что начиная с февраля месяца при внесении изменений в областной бюджет эти статьи будут наполняться и в течение года. Все целевые показатели будут достигнуты. Впервые в 2024 году в бюджете предусмотрены средства, а это 169 миллионов рублей, на реализацию госпрограммы развития отдельных направлений градостроительной деятельности. Средства пойдут на выполнение кадастровых работ, градостроительное планирование и подготовку кадров. Здесь тоже депутаты дали ряд рекомендаций. Это продолжить работу с формированием земельных участков для многодетных семей, предусмотреть дополнительное финансирование на выплату альтернативных мер поддержки. Это меры очень востребованные. И более 350 миллионов рублей на 2024 год должно быть необходимо предусмотрено. Одобрена программа поддержки промышленности. На эти цели в следующем году предполагается выделить 78 миллионов рублей. 20 миллионов предусмотрено на наш проект «Производительность труда». Основные мероприятия, которые показали свою эффективность, это в первую очередь реализация национального проекта «Повышение производительности труда». Здесь будут привлечены федеральные средства. Порядка 15 новых компаний смогут поучаствовать в 2024 году в национальном проекте. Будет осуществлена декапитализация фонда развития промышленности Ульяновской области на 25 миллионов рублей. Еще 3 миллиона рублей заложено на поддержку организации, обеспечивающих рабочими местами людей с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты пришли к выводу, что финансирование необходимо увеличить по мере исполнения бюджета в следующем году. Анна Тищенко, Управда ТВ